И как вчера я сказал, что сегодня утром мы проведем как минха-служение. И служение Шахарит длится где-то 35-40-50 минут. Минха и Маариф служение, они короче 15-20 минут каждая. И обычно они проводятся одна за другой. И как только вы заканчиваете Минха, начинаете Маариф. И как я вам сказал вчера, что эти служения, их первоначальное происхождение в храме. И они проходят в то же самое время, когда были жертвоприношения в храме. И как вы помните, из Торы существовали утренние и вечерние жертвы. И поэтому служение Минха начинается с того отрывка Писания, в котором говорится о жертвоприношении. Большой сосуд с водой для омовения в храме. И также приношения на огне. Всесожжение. Также воскурение. Затем Ашрей. Это 144 или 145 Псалом. 144 Псалом. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой. И благословлять имя Твое во веки и веки. И затем Амиддар или Шмони Есрей. И Шмони Есрей молится каждой молитвой каждый день. Завтра мы будем молиться молитвой Шмони Есрей. Затем Таханун или Покаяние. Затем Кадиш. И на этом все. И в принципе это очень все коротко. И поэтому это молитвенная служба Минха. Я думаю, что завтра также мы просмотрим служение, службу Маариф. И начинается она с Псалма 134. И начинается она с Псалма 133. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в Доме Господнем во время ночи. И поэтому Минха, она для более позднего времени дня и Маариф, она уже как бы начинается ночью. Затем Барху, который мы читали вчера, и который подводит нас к молитве Шма. И как вы помните, Шма есть три части, три раздела. Дальше. Господь, позволь нам отдохнуть, заснуть в мире. Я слышал песню этой молитвы на иврите, и очень хорошая там, красивая мелодия была. И также после этого несколько хвалений, словословий, затем Шма-Ни-Есра, опять. Затем молитва Алейну. Очень важная молитва в иудаизме. Которая молится каждый день, и также в Шаббат. И начинается такими словами, что наша обязанность, наш долг хвалить Господина всего. И оканчивается словами, Хашем будет царем над всем миром. И в тот день Хашем будет един, и его имя будет едино. Затем Кадиш, как Морнер, те, кто плачет об усопших. Кадиш плача, Кадиш об усопших. Я надеюсь, что у вас сложилась более лучшая картина, представление того, каким образом проходит день религиозного еврея. Просыпается и благодарит Бога за то, что Он сохранил Ему жизнь. И ваша первая молитва, первая сознательная мысль в голове — это молитва, которая продолжается дома, и, вероятно, в синагоге. И затем вы возвращаетесь к вашим повседневным обязанностям. Но даже в этих обязанностях, этой деятельности, и особенно в том, что связано с едой, с пищей, в этом есть еще более детальные молитвы. И до конца дня вы снова в синагоге, молитесь и вспоминаете храм, и затем снова домой. И поэтому идея следующая, что каждая часть жизни должна быть освящена или же отделена. Вы помните, что все принадлежит Богу, и вы освящаете, вы святите Его имя во всем, что бы вы ни делали. И поэтому по-настоящему религиозный еврей, это является его настоящей мотивацией. Давайте возвращаемся снова к нашей лекции, и мы продолжим темой грех и искупления. Что является основанием искупления? Ну, у вас есть библейский взгляд. А также есть всевозможные человеческие мнения, которые отличаются от первоначального библейского основания. И даже в иудаизме существуют различные направления. И, как я сказал, вы можете найти множество молитв, в которых говорится полностью о милости Бога. И вы можете найти несколько молитв, которые пытаются напомнить Богу о том, что мы служим Ему. Также есть некоторые молитвы, которые основываются на преимуществах патриархов. И вот наша молитва ради имени Авраама, Исаака, Якова. И это хорошая молитва. И, в принципе, здесь есть такая не очень широко известная идея, что это основание в том, когда Исаак был связан. И это является основанием, фундаментом прощения. Кто из вас знает, какая недельная глава Торы на Роша-Шана? В принципе, это два дня Роша-Шана. Я думаю, это отрывок, который читается во второй день Роша-Шана. Это 22-я глава Бытия, история с тем, когда Авраам приносил жертву Исаака. И так как это событие происходило на том месте, где должен был быть построен храм в будущем, то некоторые раввины в этом видели очень большую важность. И желание Авраама принести жертву Исаака — это основание Божьего прощения. И даже есть одно еврейское утверждение, что, как только Исаак потерял немножко крови своей, и есть молитва такая о воспоминании этого события. Поэтому это очень-очень интересные идеи. И как верующие, мы думаем, что Авраам и Исаак это как прообраз Бога и Мессии. И Мессия пролил свою кровь до смерти. И это является основанием для искупления. Понимаете ли вы, насколько параллельны, насколько близки эти примеры? Очевидно, что раввины видят в этом что-то, но все еще борются, все еще противодействуют, чтобы принять весь этот смысл. И одно, на счет чего раввины очень сильно боролись, отстаивали, что нет прощения без покаяния. И также подумайте о том времени после разрушения храма. Что раввины думают? Каким же образом может быть прощение? И поэтому одно утверждение в Талмуде говорит. Тот, который покается, это равносильно тому, если бы он вошел в Иерусалим, построил храм и алтарь и принес бы все жертвы. И храм был разрушен после того события, когда Иешуа принес себя в жертву за Израиль. И мы знаем, что большинство раввинов пропустили это. Но если нам нужно найти какое-то замещение, я думаю, что покаяние подойдет вполне. Есть одна очень смешная история. Ученики подошли к раввину и спросили, когда нам следует покаяться? В тот день, за день до вашей смерти. Но они сказали, хороший ответ. Они ушли. Затем они сказали, подождите минуточку. Возвратились обратно к раввину на следующий день. И спрашивают его, как же нам узнать, когда мы умрем? Рабин сказал, точно, вы попали в десятку. Поэтому, поскольку вы не знаете, то кайтесь сегодня. Давайте перейдем к оправданию. К справедливости, извините. Это разаконие, шестнадцатая глава, двадцатый стих. Правды, правды ищи. Правда — это истина. Правда? Так? Правда — это истина? Синоним. Что? Синоним? Хорошо. Правда была, как, правда. Хорошо. В любом случае. И раввины говорят, почему это упоминается дважды? Помните, когда я сказал вчера? Раввины говорят, что в Торе нет никаких лишних слов. И вот что они еще говорят. Правда не только должна стать нашей целью, но также то, каким способом мы достигаем ее, тоже должен быть этот путь проведен. Поэтому есть различные виды законов в иудаизме, чтобы так было на самом деле, чтобы защитить права тех, которые обвиняемы. И многим людям непозволительно становиться свидетелями. Тем людям, которые могут извлечь какую-либо пользу для себя, если они примут участие. Те, которые просто азартны. Те, которые не хранят Тору. Я не знаю, каким образом это действует здесь. Но в Америке есть что-то, что происходит довольно-таки часто. Полиция споймает преступника. Но они больше заинтересованы споймать того, кто совершил более серьезное преступление. И поэтому они говорят этому парню, который сделал более маленькое преступление. Мы заключим с тобой такой договор, сделку. Мы дадим тебе немного меньше времени в тюрьме. Если ты будешь свидетельствовать против этого парня, парня, который сделал серьезное преступление. Или же, если они споймали наркоторговца. Но он такой, мелкий. Мы тебе дадим испытательный срок, и не посадим тебя в тюрьму. Если ты будешь свидетельствовать против этого крупного торговца. И когда вы попадаете в суд в Америке, каждый знает, что происходит. И один адвокат может сказать судям, что есть какая-то польза для этого свидетеля. И каждый в суде знает, что происходит. И те двенадцать человек присяжны, они знают, что происходит на самом деле, но они все-таки должны решить, кому они должны верить больше. Но в религиозном еврейском законе такого не должно быть, это непозволительно. то свидетельство преступника не принимается в суде. И еврейские законы праведности защищают тех, которые не сильны и не обладают властью. Вдову, сироту, пришельца. И еще один очень интересный принцип. Помните, как в туре написано, что если кто-то выколет ваш глаз, то же самое вы можете сделать ему. И это звучит очень жестоко. Хорошо, давай я теперь тебе. Но в то время, когда была дана Тора, в принципе, это была такая цивилизованная черта. Это то, что можно было сделать максимально. Понятно? Поэтому, если кто-то выколет ваш глаз, вы его убить не можете. Но много столетий спустя, вот что говорили раввины. Бог никогда не хотел, чтобы кто-то выкалывал чей-то глаз. Или зуб за зуб, или еще что-либо. Но это означало финансовую компенсацию. Какова цена глаза? И суд должен был решить это. И здесь они очень интересно это объясняют. Они говорят, каким же образом ты можешь узнать, что твой глаз такого же размера, как и глаз того человека. Может быть, его глаз больше, чем тот глаз, который ты потерял. И такая компенсация, она была бы несправедлива. Я не помню точное слово на иврите, но есть такое понимание в иудаизме, когда вы уже точно приняли решение, каким образом что-то толковать. Поэтому вы берете какую-то идею или стих и используете ее в качестве поддержки для себя. И понятно, что идеальное толкование первоначального значения этого стиха может быть не совсем таким, как вы используете этот стих. Но вы используете этот стих для своей поддержки. Хорошо. Есть еще одна очень важная концепция в иудаизме. Это благотворительность или тсадака. И по большей части в христианстве благотворительность дается на выбор. Если вы хотите дать много денег бедным, то ничего страшного, но если не хотите, то тоже ничего страшного. А если вы так поступите, то вы просто будете как щедрым человеком. Но это не так в иудаизме. Давать деньги бедным — это требование в еврейском законе. И в действительности вы должны искать возможности, как вы можете дать бедным. И поэтому еврейское слово, которое означает «нищий» или «просящий», это «шнор». Немного интересно, странно звучит. И в принципе, это не самый-самый такой бедный, нищий человек. Но также «шнор» вы можете назвать таким словом того, кто постоянно ищет чего-то, что было бы бесплатно. Когда вы идете в ресторан, он никогда не платит, постоянно платите вы. И в еврейском законе «шнор» это было очень важно. Так как богатые люди, они нуждались в «шнор». Каким же образом вы смогли бы тогда исполнить «митву», чтобы давать часть нищим? И в еврейской истории «шнор» это не был такой бедный человек. О, пожалуйста, дайте немного копеек. Нет, 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 это не так. Шнор знал, что богатый человек нуждался в нем. Богатый человек бы не смог попасть на небо без того, чтобы позаботиться о «шнор». И поэтому «шнор» это был такой гордый человек. И тут похоже на что-то такое, что «ты должен мне». И в небольших деревнях в пятницу вечером это было самое благоприятное время для того, чтобы сделать ваше такое шнорство от дома к дому. И этот маленький шнор обходит все дома в пятницу вечера. И всегда он идет к этому дому, где они всегда, хозяева этого дома, дают ему что-то. И они говорят, ну, на этой неделе мы не можем тебе помочь. И вместо того, чтобы говорить, ну, я понимаю вас, понимаю, да. И он говорит, хорошо, только пускай это не ходит у вас в привычку. После этого он идет к следующему дому. На этой неделе у нас нет ничего, чтобы дать тебе. Но на следующей неделе мы тебе дадим и эту часть, и часть следующей недели дважды. Он говорит, хорошо, ладно, только чтобы этого не повторялось. Он говорит, и вы знаете, сколько денег я потерял тем, что я раздаю эти кредиты? Поэтому это еврейский шнор. И давайте перейдем к следующей концепции, к следующим двум концепциям. Они различны, но все же связаны между собой. Ам-Исраэл, это Ам-Исраэл, или люди, народ Израиля, и Ахават-Исраэл, что значит любовь к Израилю. И Ам-Исраэл означает то, что все евреи это едино. Они в единстве, и мы должны думать таким же образом. Поэтому если евреи в одной стране слышат, что евреи из другой страны страдают, то это тоже, что если бы мы страдали. И мы обязаны предпринять все возможное с нашей стороны. И поэтому такое еврейское сознание очень сильно развито у большинства евреев. Ну, конечно, я встречала таких евреев, которые не очень-то принимали это близко к сердцу. Ну, евреи в там не очень хорошие времена, это не моя проблема. Но это не должно быть так. И затем Ахават, Исраэл, это любить ваших братьев евреев. И для этого не надо обязательно ожидать плохих известий. и так же вы ищите, вы предпринимаете собственную инициативу, как можно сделать добро. и только потому, что кто-то еврей. Вы обязаны выразить свою любовь к нему. знакомы ли вы с таким пониманием, с такой идеей? Слышали ли вы о ней? А есть ли они в Новом Завете? Тело Мессии одно. Что там говорится? Помните тех, которые в узах, как если бы вы были вместе с ними. И вы должны любить ваших братьев и сестер, даже если вы не любите их. Да? Да. Хорошо. Теперь давайте перейдем к Йиратха Шамайам. Это страх Божий. Что подразумевает это понятие страх Божий? Это Бог видит, слышит и судит все. Это Бог видит, Бог слышит и судит все. И даже если никто не видит, Бог видит. и вы можете проводить свою жизнь, жить с такой мыслью в своем уме. Как я сказал вчера, какая является вторая молитва религиозного еврея. Во-первых, он богатит Бога за то, что он возвратил, снова дал ему душу. И затем цитируем стих из притчей. Или Псалом, который тождественен стиху из притчи. Начало мудрости — это страх перед Хашем. И что если вы каждое утро первые слова, которые исходят из ваших уст? Благодарю Тебя, Господь, что я жив для Тебя. И во-вторых, начало мудрости — страх Господен. Господь, позволь мне полностью узнать познать то, что Ты будешь находиться со мной, куда бы я ни пошел сегодня. Ты будешь со мной в хорошем и благословлять меня. Но также я должен помнить, что не смогу я ничего спрятать от Тебя. Поэтому это будет очень хороший способ, как начать день. И затем две концепции, которые противоположны. Первое это Кедуш Хашем, что означает «освятите имя Бога». и затем «Хилул Хашем», что значит «осквирнить имя Бога». Идея в иудаизме что «каждая жизнь должна исповедовать Кедуш Хашем. И все должно быть для славы Бога. звучит ли это знакомо вам?» Звучит ли Хилул Хашем — это противоположность. И как вы знаете, что в еврейском сознании есть такое понимание. «Святите имя Бога». И то, как весь мир думает о евреях, если один еврей украдет что-то, то они будут помнить, что еврей сделал это. Если кто-то другой, то, ну, это личность. Но если еврей делает, тогда он относится к числу одних из тех евреев. Поэтому евреи понимали, что если бы они сделали что-то неправильно, то это бы отразилось на факте их еврейства. И поскольку евреи это народ Бога, то это отразится и на Боге. В рамбинистической литературе есть интересное высказывание. Если вам необходимо согрешить, то пойдите туда, там, где не знают, кто вы такой. раввины не подталкивали людей ко греху. Поэтому если ты хочешь быть глупым, то пускай твоя глупость не делает всех так, чтобы мы тоже выглядели плохо. и один еврей шел по тротуару и он заглянул в бар и он увидел своего друга, друг, который пил свою водку и также курил сигарету. Что происходит здесь? Крошил himself? Да, как, знаете, крошили. Католики делают. Извините, он перекрестился. Так он сказал, here's my Jewish friend. What is he doing crossing himself? Who is who? The man outside the bar. Was a Jew? Yes. who crossed himself? His Jewish friend inside the bar. Yes. Его еврейский друг, который был в баре, он перекрестился. So the man outside the bar, says, what is this? My friend is drunk. And he says, how to understand, my friend is catolic? Who said? The man outside. And he says, well, he probably pretends that he is a catolic. So he said, I've got to see what's going on So he goes in, he starts talking to his friend. He starts talking to his friend. And just as he throws down another shot of vodka. And as he выпивает vodka. He says, what are you doing? He asks, what are you doing? He says, I'm getting drunk. Well, I get drunk. I get drunk. Okay. I get drunk. So he said, that I can see. Well, I can But what's with this catholic stuff? Well, like this catholic gesture? You don't want them to think that a Jew gets this drunk, do you? Like the p'ed this or not? Okay. Next area is la shonhara or gossip. Следующая сфера это la shonhara или сплетни. think for just a second how would you define gossip? Какое бы определение вы дали? Что такое сплетни? If I were to say it's lying about somebody else, если бы я сказал, что это когда вы лжете о ком-то, you'd say yeah, that could be gossip. If I were to tell bad stories about somebody else, или же я говорю какие-то плохие истории о каком-то человеке, вы скажете, да, это сплетни, но но что если я скажу какую-то правду о ком-то? И те факты, которые истинны, но то, что я говорю, это также отразится на репутации того человека. является ли это сплетнями? И есть десять правил лошо мхара. И они намного суровее, строже, чем мы могли бы подумать. лошо мхара означает злой язык. И раввины знали, что существует много различных способов, как можно принести вред кому-то с помощью нашего языка. Конечно, также, если вы читали книгу притчей, книгу Иакова в Новом Завете, и вы поймете это. И раввины также делали все возможное со своей стороны, чтобы защитить репутацию других людей. И даже они говорили, для того, чтобы пристыдить кого-то, это подобно на убийство. Почему? Что происходит, когда вы стыдитесь? Кровь подходит к вашему лицу, к вашим щекам. Вы краснеете. И поэтому они говорили, чтобы когда вы стыдите кого-то, то вы проливаете кровь. Ну, вы скажете, но это уже слишком. Но основная мысль, она очень интересна. давайте перейдем дальше. Пикуах нефиш. Что означает спасти жизнь. Я бы сказал, что это одна из самых важных концепций в иудаизме. И важность спасения души она перекрывает любое другое решение. И Раввины говорят, почему Бог начал человечество с одного человека? Для того, чтобы научить нас что тот, который убивает одного человека, тоже это сравнить тому, если бы он убил, разрушил целый мир. И поэтому спасение души вы можете нарушить любую часть Торы. но только с тремя исключениями. Вы не можете убить кого-то. И в иудаизме позволительно убийство с целью самозащиты. Как говорится, если кто-то пришел убить тебя, то ты убей его первым. способами вы сможете спасать жизнь, но вы должны убить кого-то. Но также есть другие способы, как вы можете спасти себя и не убивать кого-то. Например, нацисты делали это очень часто. они направляли оружие на кого-то и говорили бы другому человеку, допустим, мне, ты можешь спасти свою жизнь если позволишь мне убить этого человека. или может быть если ты убьешь его, то ты останешься в живых. И что бы вы делали в такой ситуации? И в еврейском законе говорится, что вы не можете забрать жизнь другого человека. Есть интересная фраза, интересное высказание, чтобы проиллюстрировать это. Как можно знать, что ваша кровь более красна, чем кровь другого человека? Понятно? Как можно знать, что вы намного ценны, чем другой человек? Также вам не позволительно совершать прелюбодеяние. Потому что идолатри как донять Бога. идолатри извините, идолопоклонство. И также третья сфера это сексуальные грехи. Блудодейство и прелюбодеяние. И чтобы спасти жизнь, вы можете нарушить любую другую часть Торы. Итак, мы уже подошли к 50 минутам нашего занятия. И поэтому у нас будет 10 минутный перерыв.